Здравствуйте, дамы и господа, с вами кандидат философских наук, и мы продолжаем разбирать книгу Уайтхеда «Приключения идей». И сейчас мы коснемся второй части, космологической, космологическая часть. В принципе, одна из лучших глав, вообще, в принципе, Уайтхед рассуждает о том, в чем он разбирается. То есть философия науки — это в каком-то смысле даже его конек. И с этим трудно поспорить, да, соответственно. Уайтхед молодец в этом плане. Он хорош в философии науки. Это хорошо, это хорошо, его здесь приятно читать, его здесь понятно читать. Понятно, какие идеи он озвучивает, он дает определение, как ни странно. И здесь все это звучит намного лучше, намного приятнее, намного прекраснее, чем в предыдущем разделе. То есть с этого раздела начинается то, что мы, ну, собственно, наверное, можем полюбить в Уайтхеде, да, в его последовательности, в его рассудительности и так далее. Седьмая глава, ну, то есть первая глава данного раздела, седьмая глава вообще, она называется «Законы природы». Вот. Да, тут есть один нюанс. Глава названа «Законы природы», рассуждает он про историю образования на Западе. В общем-то, для Уайтхеда это нормальное дело, если что. Он так очень часто делает. Он акцентирует внимание на учености Александрии. Ну, есть некоторые предположения, да, в теории философии и науки, согласно которым, да, мы можем назвать ученость в Александрии тоже в каком смысле наукой, но такое. Ну, вот, давайте так, давайте, цитирую. Давайте я даже присяду пока, цитирую, что там цитировать немало, если что. Будь добр. Если, как нам известно, великие школы точного научного исследования возникли в следующем поколении, то, несомненно, современная критическая ученость могла бы прописать честь своего происхождения влиянию Аристотеля. Можно представить резкий контраст между бесплодностью чистой спекуляции и плодотворностью аристотелевской силы наблюдения деталей. Да, Аристотель был великим наблюдателем деталей, если что. Самый великий наблюдатель деталей за всю историю человечества. К несчастью, сухие факты говорят об обратном. Прежде всего, сам Аристотель искал корни своих мыслей в теоретической деятельности Платона. Это правда. Он потрошил рыб, пойманных в океане мыслей Платона. Ну, вот это уже оценочное понятие. Ну, понятно, что Аристотель учился у Платона и много что почерпнул, да. Он системно распутывал мысли Платона в ходе своей работы, изменяя их, совершенствуя, совершая отбор. Но он вел в науке весьма востребованную систематическую практику перехода от теории к непосредственному наблюдению деталей, иную, чем в астрономии. К сожалению, именно эта сторона его жизни не оказала никакого влияния на последующие эпохи. Да, мы помним, как Аристотель, изучая разные объекты, рассказывал о них, несмотря даже. Ну, это ладно. Далее начинается довольно сиентический взгляд на историю науки, где Вайтхед делает ряд оценочных суждений. Например, чистая спекулятивная мысль, недисциплинированная обучением детальному факту и точной логике, в целом еще более бесполезна, чем сугубая научность, не получающая помощи о спекуляции. Почему? Доказательств не будет. Это просто он так решил сказать, и все. Ну да ладно. И вот через многочисленные слои истории разных общественных образовательных институтов мы прорываемся к понятию закона в четвертом разделе. Это было тяжело и долго. Так вот, понятие закона, пишет Вайтхед, то есть некой меры регулярности или устойчивости, или повторяемости, есть существенный побудительный элемент к развитию техники, методологии, научности и спекуляции. Закон – это не некоторая мера повторяемости, абсолютная мера повторяемости, я все-таки бы заметил. Закон природы, такой, какой он в науке, он подразумевает абсолютную меру повторяемости. Если предмет упал вниз, потом он еще раз упал вниз, и потом он еще раз упал вниз, это все еще не закон природы. Более того, закон природы обобщает разные наши наблюдения. В этом еще одно свойство закона природы. Это не просто мера какой-то там повторяемости. Это абсолютная мера повторяемости. Я бы лучше так это сформулировал. Если что-то считается законом природы, то оно повторяется везде, всегда, в любое время, в любом пространстве и так далее. В этом специфическая фишка закона природы. Это отличает закон природы от других законов. Дальше Уайтхит пишет. Не может быть никакого знания, никакого используемого метода, никакой разумной цели, если исключить определенную однородность, содержащуюся в природе вещей. Довольно сомнительное мнение, как мне кажется. Да, ведь истина – это соответствие наших представлений реальности. А наши представления могут быть хаотичными, и при этом они могут совпадать теоретически с реальностью, которая кажется, допустим, неоднородной. То есть, опять же, Уайтхит утверждает, что никакого знания о неоднородном быть не может. Но, допустим, мир неоднороден и хаотичен, и мы можем получить представление о том, что он неоднороден и хаотичен, и в каком смысле он именно неоднороден и хаотичен. Допустим, да? То есть, а почему нет? То есть, Уайтхит здесь тоже этого не проясняет. Он просто выбрасывает, говорит, что оно вот так вот. Но мы теоретически можем представить себе такую ситуацию, при которой мир вроде бы неоднороден, но мы с помощью интуиции, а Уайтхит не против метода интуиции, если что, с помощью интуиции, например, прорываемся к верным представлениям о том, что она неоднородна. Читаем дальше. Если нет закона, то остается просто хаос деталей, не имеющие основания для сравнения его с другим таким же хаосом в прошлом, будущем или окружающим его в настоящем. Ну, как бы сказать. Для того, чтобы... Если нет закона, имеется в виду закона природы, это не значит, что у нас вокруг хаос. Вместо закона природы могут быть, так скажем, корреляции феноменов, например, которые, ну, не в полной степени хаотичны, но могут функционировать без законов природы. Ну, как-то так. То есть, мне кажется, Уайтхит здесь фундаментально неправ. Он фундаментально заблуждается. То есть, он почему-то берет абсолютную степень закона и пишет, если нет закона, то будет хаос. Только проблема заключается в том, что... Ну, давайте, давайте рисовать. Оп. Давайте рисовать раз. Так, смотрите. Нет. Давайте рисуем. Вот, смотрите. Закон природы – это такое большое общее множество. Это мощь, это тотально. Он везде работает и работает на все. Но это не значит, что вот, вот, могут быть маленькие такие закончики. Но это не законы природы. Это не законы природы. Это закончики. Маленькие-маленькие микрозакончики. С учетом наличия микрозакончиков никакого хаоса нет. И мы можем даже что-то предсказывать. Понимаете, в чем дело? Вот. Офигенный рисунок. Да, это того заслуживало, конечно. Это того стоило, безусловно. Так вот. То есть, я здесь с Вайтхедом принципиально не согласен. Я принципиально не согласен. Да, то есть, мы можем компенсировать отсутствие какого-то одного мощного, большого суперзакона некоторыми законами. Либо видимостью наличия закона. Но это не будет законом природы, потому что нет никакой природы. Есть просто корреляция наблюдений в данном случае. Более того, да. Важно понимать, что закон природы – это не просто отсутствие хаоса деталей. Абсолютный и неизменный порядок. Абсолютный и неизменный порядок. О чем сам Вайтхед правильно говорил в прошлой главе. То есть, обосновывая необходимость использовать абстрактные законы в познании, он просто противопоставляет их некому абсолютному хаосу. Но... А почему, если не закон, то обязательно абсолютный хаос? Есть промежуточные извения, так скажем. Да, есть... Что-то между ними должно быть. Наверное. Мы можем представить какие-то позиции, которые между ними. Если не закон, то абсолютный хаос. Почему, почему? Это знаете, как говорить... Вот аналогию сейчас приведу. Это как думать о том, что... Вот если мы отменим вот этот закон законодательства, то мы отменим все законы. Вот как-то вот так вот, да. Что-то вроде того. Ну или нет. Если мы отменим конституцию, то никаких законов существовать не может. Нет, законы могут существовать и без конституции. Вот, да. Серьезно, хорошая аналогия с конституцией. Конституция это, по сути, это аналогия закона природы в юриспруденции. Во! Конституция... Есть конституция. Есть конституция. А есть кодексы разные, которые по-хорошему должны соответствовать этой самой конституции, не противоречить ей, как вы понимаете, да? Но само, собственно, наличие или отсутствие конституции не обязательно нам гарантирует, что есть эти уголовные кодексы или их не существует. То есть у нас может быть конституция, и в теории может не быть уголовных кодексов. С другой стороны, у нас могут быть уголовные кодексы, но не быть конституции. То есть нету такого регулирующего документа, который стоит над всеми кодексами. Кодексы могут формироваться либо спонтанно, либо по желанию каких-то отдельных людей, либо еще по каким-то причинам. То есть тут опять же, да, отличная аналогия, которая нам как раз демонстрирует неправильность рассуждений Вайтхеда в данном случае. И стоило мне обрадоваться, что Вайтхед сейчас будет разбирать научные и методологические понятия, но нет, он углубился в тему сельского хозяйства. Да, там мы пропустим сегмент сельским хозяйством. Это совершенно неинтересная тема, но продолжим там, где снова про науку. Наука и технологии опираются на закон. Человеческое поведение связано с обычаем, смягченным эмоциональными импульсами. Как мне кажется, тут очень важно разделить. Ведь наука опирается на понятие закона, а технология на корреляции феноменов. Она, может быть, сама того и не осознает. Но для науки корреляции феноменов куда важнее, чем физические законы. Ну, просто потому что, ну, давайте так. Окей, есть какой-то закон природы, который уже включает в себя какую-то совокупность опыта. То есть это не просто так придуманный закон, он не просто из ниоткуда взялся. Это закон, который выделен на основании корреляции опыта. Этот закон утверждает, что по тем или иным причинам, соответственно, вот это действие всегда постоянно будет повторяться. Да, закон тоже включает в себя корреляции феноменов. Но для практики-то, для практики, важны именно корреляции феноменов. И практика на этих корреляциях, она как бы топила до того, как люди вообще в дискурс этих законов природы вошли, в принципе. Ну да ладно. Ведь наука опирается на понятие закона технологий на корреляции феноменов, которые по итогу могут оказаться временными. То есть не быть никаким законом. Да, опять же, если корреляция феноменов, например, с 2000 года по 2200 работает, а потом исчезает, например. Значит, мы не имели дело ни с законом природы, очевидно. А как проверить, узнать, что перестанет работать тот или иной закон природы, в кавычках закон, то, что нам кажется законом, мы можем только никак. Собственно, вот и все. Да, корреляции феноменов не являются законами природы в полной мере. В настоящее время, пишет Whitehead, преобладают четыре основных учения относительно законов природы. Учение об эманентности законов природы. Учение о законах природы, регулирующих извне поведение предметов природы. Учение о законах природы, как о наблюдаемом порядке следования явлений. То есть, законы понимаются как простое описание. И, наконец, последнее учение о законах, как о конвенциональной интерпретации. Здесь уместно обсудить эти четыре противоположных учения современной точки зрения. Мы тогда лучше поймем причудливую историю этого понятия, созданного цивилизованным мышлением. Проще говоря, ну это уже от меня. Третий подход я вообще как бы не рассматривал бы как что-то, относящееся к законам природы. Но описывайте вы и описывайте. Описывайте феномены. Ну и описывайте феномены. При чем здесь законы природы? Да и первый и четвертый подход тоже. Второе определение. Второе определение закона природы, когда какая-то сила, действующая извне. Это классическое понимание закона природы в принципе. Непонятно, кстати, почему Whitehead его вторым упоминает. Потому что оно по сути первое. Оно первое. Первое в списке, так скажем, должно быть. Ну да ладно. Далее Whitehead рассказывает об этих четырех интерпретациях, среди которых лишь две вообще в принципе можно рассматривать хоть в какой-то мере конкурентоспособные. Первое и второе. Причем второе, оно более каноничное, более стандартное. Это вот как раз уже классическая наука, классический период. Это уже Ньютон, это уже вот все такое. Это вот такие вот персонажи. Галилея, Ньютон, все остальные. Мы уже здесь согласны, что наука возникла. Все практически. Что в 17 веке наука была согласны почти все философы науки. То есть тут спору нету. И вообще понятие законов природы, оно может быть не тогда возникает, но тогда оно приобретает свое основное употребление, которое будем мы понимать дальше во времени почти всегда идентично. И против этого каноничного, абсолютно научного, классического определения закон природы, Whitehead выдвигает одно первое. То есть более-менее сносное. И другие два, это какая-то мега модерновая дичь, простите за такое высказывание. Это что-то уже дико странное. Так вот. Первая интерпретация мне, кстати, тоже не нравится, так как объяснительная функция в ней хромается. Держательная составляющая есть только у второго подхода, где закон природы регулирует поведение предметов извне. Так как законы являются некоторыми силами, присущими природе. Первое и третье определения, а третье мы отвергли, представляется мне почти одним и тем же. Ну, почти. Там все-таки в первом определении есть метафизическая составляющая, во втором и в третьем определении нет ее. Понятное дело. И вообще, по сути, мы как будто бы имеем четыре абсолютно разных определения, которые описывают четыре абсолютно разных явления. Все же, когда средний человек или средний ученый говорит о законе природы, то мы справедливо по умолчанию предполагаем второй вариант, что зачастую, понятно по контексту, учение об эманентном свойстве вещей, и тем более все остальные, кроме второго, кажутся заведомо незаконными. Да, Вайтхед будет это все в истории идеи разбирать, если что. Вайтхед не просто так это сказал, вбросил и забросил. Нет, он все это разберет, он все это объяснит, он расскажет, что у Аристотеля внутри вещей были сами вот эти способности. Ну а можно ли назвать способность вещи законом природы? Является ли вообще Аристотель ученым? Потому что, ну опять же, да, то, что Аристотель является ученым, или то, что там Александрийская школа является научной, это предельно спорная позиция в рамках философии науки. То, что в 17 веке наука уже была, это, ну вообще база, практически никто не спорит. Есть отдельные позиции философии науки, где все же нет, но по большей части никто не спорит. То есть в этом плане, в этом плане, Вайтхед молодец, что он разобрал 4 подхода. Вот. Но само существование всех этих 4 подходов кажется мне предельно странным. Я не понимаю как, зачем, почему, кому это надо, ну вы поняли. Далее Вайтхед расписывает период становления науки, научной методологии, где на самих истоках показывает, что под законами природы исконно понималось именно второе определение. Учение об установлении, установленных извне законов, естественно, вытекает с картезианского понятия субстанции. И он в этом прав. Весь картезианский инструментарий деизма, субстанционального материализма, установленных извне законов в сочетании с редукцией физических отношений к понятию коррелитивного движения, носящего только пространство временной характера, образует упрощенное понятие природы, с помощью которого Галилей, Декарт и Ньютон, в конце концов, способствовали триумфальному движению современной науки. Проще говоря, судя по всем перечисленным именам и контексту, мы легко можем понять и вывести, что второе определение законов природы исконное и классическое, а остальные это просто поздние додумки, ну или более ранние додумки, которые к науке не относятся. То есть учение первое про имманентные свойства, оно восходит к Аристотелю. Но Аристотель не ученый, наверное, смотря какую концепцию, философию науки мы избираем. То есть в большинстве из них Аристотель не ученый. И поэтому, с учетом, что это было у Аристотеля, и он вроде бы не ученый, и большинство определений науки против того, что Аристотель ученый, ну блин. У нас не остается выхода, кроме того, как признать, что первое определение относится не столько к законам природы, которые используются в научном дискурсе как раз, в физическом научном дискурсе, в современном тем более. Это относится к философии. Относится прежде всего к философии. Вот получается, мне кажется, что это выглядит как-то так. Глупые люди, вместо того, чтобы сказать, что в их мировоззрении нет никаких законов природы в классическом смысле, просто пытаются наделить словосочетание закон природы другими смыслами, часто даже противоположными тому, что подразумевалось изначально. Мне лично не нравится, когда такое происходит, потому что многозначность подобных терминов вносит путаницу в нашу речь и мышление, что выливается в бесконечное количество споров об определениях. Все четыре смысла могут быть наделены своими определениями, ведь своими словами, на которые они опираются, получается, и, соответственно, эти определения могут быть наделены своими словами. И ведь ни для одного из них, кроме второго, не подходит словосочетание законы природы. Ведь по нему даже видно, что есть некая природа со своими нерушимыми законами. Вот природа, законы, законы, природа. Вот они и природы, и законы должны быть. А тут какие-то законы природы имманентны предметам. То есть они находятся не в природе абстрактной какой-то общей, которую создал там бог, не бог, или она сама существует, а законы природы существуют где-то внутри предметов. То есть не законы природы, это законы самих предметов, получается. Странно. То есть нет, сама такая метафизическая или физическая концепция может существовать, и я не против ее существования. Я против того, чтобы называть эту концепцию одной из концепций законов природы. Тем более, я против того, чтобы называть позитивистскую концепцию концепции законов природы, где мы просто описываем позитивный опыт. Мы просто описываем позитивный опыт. Зачем нам называть описание позитивного опыта, который повторяется регулярно законами природы? Это странно, это как будто бы совсем не про то. По крайней мере в моей речи я под законами природы понимаю исключительно второй смысл и больше никакой. Ну да ладно. Притом замечу, что мне как скептику скорее ближе два вторых подхода, где по сути никаких законов природы нет. То есть опять же давайте так. Я сомневаюсь в существовании законов природы. Но если мы законами природы называем имманентные свойства и собственно не имманентные свойства, внешние свойства в данном случае мы называем. И если мы называем законами природы просто повторяемость феноменов и еще что-то там мы называем законами природы, очевидно, что ну тогда сомневаться в законах природы нельзя. Ну какие никакие они есть и под природой мы понимаем вообще-то не природу, а в том числе и наше наблюдение. Вообще в принципе если мы можем просто ну как бы описывать корреляции феноменов и корреляции феноменов сами по себе называются законами природы, ну тогда как скептик я скажу, что законы природы есть и в них сомневаться нельзя. Ну, как бы, в то, что вот я кидаю предмет вниз, он падает, кидаю вниз, предмет он падает, 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 падает. Я так делаю сто раз и потом думаю, что на 101-й так упадет. Возможно, да, очень вероятно. Но это не делает меня не скептиком, во-первых. А во-вторых, как бы, получается-то все так, что если и это законы природные, ну да, в законах природы сомневаться нельзя, действительно. Ну да. Так вот. Так вот. Мне кажется, что вот конвенционализм и корреляционизм здесь являются довольно умными позициями. Да, четвертая позиция конвенционализма, точно. Это умные позиции, которые я обычно использую для аргументации, если что, да, то есть это те вещи, которые я в том числе использую для аргументации. Они мне полезно, хорошо пригождаются обычно. Но мне не нравится, когда мы на эти позиции, как сову на глобус, натягиваем непосредственно термин закон природы. Вот. И, как мне кажется, все это не заслуживало рассмотрения Вайтхэда. И Вайтхэд вот пишет про закон, как только описание. В этой доктрине есть некая привлекательная простота. Две предыдущие доктрины вели нас к метафизическим сомнениям, таким как учение о внутренних отношениях и учение о существовании и природе Бога. Но позитивистское учение избегает этих трудностей. Да, и главная проблема этого определения заключается в том, что метафизическая составляющая исконно объединена с законами природы. Нет никакого смысла их разделять. Закон природы претендует на статус большими буквами. Закона. Закон. Он закон, да, как бы. А в данном определении мы не видим никакого закона, тем более никакого закона именно природы. Да, собственно. Дальше он пишет, Вайтхэд, нет ни малейшего сомнения, что все науки опираются на эту процедуру. Это первое правило научного метода, формулировать наблюдаемые корреляции наблюдаемых фактов. Да, но проблема заключается в том, что не только науки опираются на эту процедуру, но и человек в своем даже обыденном опыте, да и в философском тем более, тоже опирается на то же самое. Маг, духовный практик, философ, они все опираются на свой внутренний опыт. И смотрят на корреляции феноменов. Внезапно. Кто бы мог подумать, что они все это делают, да? Вот. Люди находятся в поиске закономерностей. Не законов, а закономерностей. Я вот так это выражу. Которые можно использовать на практике. Это имеет к науке такое же отношение, как и к магии, астрологии, философии, к чему угодно вообще. Проще говоря, это не является специфическим свойством науки и не делает эту часть метода подлинно научной. Вот. Другое различие между схоластикой и современной наукой состоит в отношении критики и в доверии к авторитету. Но это различие преувеличивается. И давайте, кстати, мы просто выпишем все эти теории, которые... Которые Вайтхед упоминает. Вот. Давайте их выпишем. Это важно. Мне кажется, это важно. Это очень содержательная информация. Так. Один. Два. Три. Четыре. Так вот. Что такое законы природы? Зак. Прин. Это. Имманентное свойство. Предмета. Имманентное свойство предмета. Например, самодвижение атома у Демокрита. Вот есть атом, и он сам приводит себя в движение. Например, аристотелевские стихии. Стихии, каждая из них обладает принципом самодвижения. Ну, например, огонь. Вот огонь сам по себе движется вверх. Камень там сам по себе движется вниз. И так далее, так далее, так далее. Имманентные свойства предмета. Здесь, соответственно, закон природы. Закон природы как сила извне. То есть, вот у нас есть предмет. На него действует некая F. Сила извне. И она его, например, притягивает. Эта сила. Ну, вот как в классической физике Ньютона, соответственно. Третье определение. Третье определение. Это просто корреляция феноменов. Ну, или корреляция наблюдений. Корреляция феноменов, корреляция наблюдений. Видим, повторяется, равно закон природы. Четвертое определение. Это конв. Конвенциональная договоренность. То есть, мы с пацанами вместе собрались, с пацанами учеными, и такие, оп, а вот это закон природы. Как бы, да, конвенциональная. Конвенционализм, как философское течение, разрабатывал по Анкаре, если что, соответственно. Ну, и вот получается. Аристотель. Демокрит, Аристотель. Многие древние греки, на самом деле. Наука классическая. Позиция классической науки, где силы извне, которые воздействуют. Вот это вот корреляция феноменов. Это про скептицизм, на самом деле. И про позитивизм. То есть, мы с позитивистами такую трактовку, но не законов природы, но вот, ну ладно, скептики про это не говорят. Короче, это позитивизм. Это конвенционализм по Анкаре, чтобы вы понимали. Вот четыре традиции, которые здесь описывает Whitehead. Вот, как бы, удерживаем, удерживаем в памяти, имможинируем, все такое. Присаживаюсь, присаживаюсь. А ну-ка, последуйте за мной. Госпожа камера, следуйте за мной. Так вот, мне нравится, что он здесь пишет, да, сейчас. Надо прочитать с самого начала. Другое различие между схоластикой и современной наукой состоит в отношении критики и в доверии к авторитету. Но это различие преувеличивается и неправильно понимается. Схоласты были достаточно критичны, но внутри иной сферы, чем та сфера мышления, которой занимаются современные ученые. Современные ученые также опираются на авторитеты, но они опираются на иные авторитеты, чем те, которым взывали схоласты. А вот эта цитата мне нравится. Она довольно, она довольно рефлексивна, она довольно хороша, она разбирает то, как работает наука. Мне не нравится, когда дурачки-сайентисты, но некоторые сайентисты объективно дурачки, говорят такие вещи, как, мол, наука построена исключительно на критике, в науке нет авторитетов, ученые никому не подчиняются, они свободные умы. Нет, 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 это не так. Это буквально не так. Вайтхед понимает, Вайтхед понимает, да, что наука не лишена авторитета, в науке очень много авторитета, причем авторитета как эпистемологического, эпистемического авторитета, да, то есть мы доверяем исследованиям других людей, так и авторитета вполне, ну, религиозного, нерелигиозного, ну, такого вот человеческого, Когда перед тобой предстает великий муж, прекрасный, замечательный, интеллектуальный, у которого ты учишься, ты им восхищаешься, допустим, ну и ты находишься под влиянием его личных чар и чар его коллег, так скажем. То есть здесь есть и такая вот составляющая, которую нельзя исключать. Люди, которые этого не понимают, они не понимают, как устроена наука на глубинном уровне. Причем очень часто сами ученые этого не понимают, им нравится тешить себя сказочными представлениями о том, какая наука прекрасная, замечательная и божественная. Ну да ладно. А почему не способны? Ну ладно. Мир снова впадает в скуку посредственного уточнения деталей рационального мышления, если мы не сохраним отблески того цвета, который исходил от солнца эллинизма. И все равно, видите, какая критика здесь все-таки наблюдается, сиентическая. Это довольно интересно. И в очередной раз подтверждаю, что любой маломальский мыслящий человек, то есть философ, нормальный, серьезный философ, который создает свои концепты, он в каком-то смысле антисиентист. Антисиентист. Да, Вайтхат довольно сиентичный антисиентист. Сиентичный антисиентист, да. И сам он занимался науками, математикой. В общем, человек довольно почтенный, известный, уважаемый в научных кругах. Но вот эти антисиентические мотивы у него очень ярко виднеются. Скука посредственного уточнения деталей рационального мышления. Ну, ну, ну чувствуете. Ну да, он не тотальный рационалист, кстати. Вайтхат не является тотальным и безоговорочным рационалистом. Это круто. Так вот, несмотря на эту цитату, Вайтхат мне все равно кажется, ну, довольно сиентичным. Да, это относительная степень. Не максимально сиентичным, не радикально сиентичным. Есть элементы и антисиентизма, и сиентизма. Но его сиентичность, что самое главное, она здравая. Когда человек попытался проанализировать науку, подверг критике многие ее аспекты и принял для себя особое решение. Впрочем, это во многом объясняется и тем, что Вайтхат жил в переломную для науки эпоху, когда многие ученые и философы науки были вынуждены анализировать понятие науки и подвергать критическому анализу многое из того, что они читали и слышали. В тот период даже представители естественных наук нередко пребывали в подобных размышлениях. Самое главное, что Вайтхату при всем его позитивном отношении к науке хватило рефлексия для того, чтобы зафиксировать в ней догматичность. И это уже делает его анализ более существенным, чем работа того же Пинкера или любого другого современного сиентиста, в голове которого по большей части какая-то необоснованная пропаганда науки с отсутствием анализа именно самой науки как таковой. Наука священна для них. Для Вайтхата наука не священна. Для Вайтхата наука это область исследования, как и для многих исследователей, ученых, философов, философов науки того времени. В конце предыдущей главы мы остановились на рассмотрении четырех антагонистичных школ мысли относительно понятия закона, школы эманентности, школы импозиции, позитивистской школы наблюдения или чистого описания и, наконец, школы конвенциональной интерпретации. Мы обнаружили, что каждое из этих направлений может привести серьезные аргументы в поддержку своей доктрины. Ну, я не считаю, что это были серьезные аргументы. Мне так совсем не видится. Давайте так. Давайте так. Если мы говорим, например, аналогию с атомами, почему мне, например, не нравится? Почему мне, например, не нравится? Что атомы внезапно... Короче, старое понятие атомы напоминают неделимые. Неделимые переводится. Этимология неделимая. Изначально атомы демокриты неделимые. И когда какие-то микрочастицы назвали атомами, изначально тоже думали, что они неделимые. Почему ученым надо было просто сменить название атома? Почему это было бы лучше всего? Просто признать, что нет, это были не атомы. Мы ошибались. Просто потому что... Давайте смотреть на картинки. Смотрите. Вот они. Приблизительно как выглядят атомы демокрита. Атомы демокрита выглядят вот так вот, друзья. Смотрите. Вот они. Вот они. Вот они. Атомы демокрита. Частицы. Частицы бытия неизменные. И самодвижущиеся. Вот так выглядит модель атома Томпсона. Уже что-то совершенно другое. Там большой плюсик. Вокруг летают минусики. В этом пироге. Модель пирога Томпсона. Вот она. Это что-то другое. И оно уже состоит из частей. Делится оно. Не делится оно. Какая к черту разница, если оно уже состоит из частей. Оно уже как будто бы потенциально делимо. А вот вообще. А вот вообще как бы планетарная модель атома. Сейчас еще новая. Сейчас тоже там есть ядро и такое вот полевое облако вероятностей. Соответственно. Это странно. То есть вот это уже вообще на атом не похоже. Как вы видите. Ну на тот атом, который мы подразумевали. Это не развитие одного понятия. Понимаете? Это не развитие одного понятия. Это просто в определенный момент понятие атома было заменено на другое понятие. То есть слово атом приобрело другое определение полностью. Зачем это делать непонятно. Сказали бы. А, ну это был не атом. Все. Теперь это том. Теперь это просто том. Да. Такое отношение эта штука имеет к исконным атомам Демокрита. Вот. Да. Вот планетарная модель. Тем более эта штука уже является вполне делимой. Почему тогда атомами не называют гомеомерия Анаксагора? Понимаете? Вот есть гомеомерия Анаксагора. Они не атомы. Они как будто бы в каком-то смысле атомарны. В том плане, что они составные частицы всего остального. Да. Конструктор позволяет нам собрать. Но они именно что... Они все во всем. Гомеомерия Анаксагора все во всем одновременно. И они соответственно обладают природой того объекта. Той материи, которую они составляют. Например, есть гомеомерия кожи. Гомеомерия пиджака. Гомеомерия данной ткани, из которой пиджак состоит. Гомеомерия пластмассы, из которой состоит вот эта крышечка микрофона. Гомеомерия ЖК экрана, наверное. Да? Но это не атом. Атомы у Демокрита. Атомы у Демокрита при этом. У них есть уж атом, то это реально атом, неделимый. Если архе, то реально начало. Если нет никакого начала, то нет и архе. У греков все было просто. А в западном мире архе может быть и не в самом начале. И атомы оказываются делимыми. И законы природы уже не законы вовсе. К природе могут не относиться. То есть, мне не нравится вот этот вот подход европейский, когда мы переопределяем старые хорошие термины, у которых был хороший смысл, очевидный, понятный. Понятный, очевидный смысл у них был. Переопределяем и создаем целые вот эти вот конклавы разных в кавычках теорий по той или иной слову. Разные теории законов природы, разные теории истины, разные теории еще какого-то всего остального. Это просто сильно путает. Причем слова-то такие, которые мы все используем. Ну, типа, закон природы, скептицизм, наука тоже какая-нибудь. Хотя с наукой там история термина наука значительно сложнее, но да ладно. Как по мне, все серьезные аргументы мог быть только в сторону второго определения, и Вайтхед просто, ну, как бы, проявил чрезмерную академическую щедрость, так скажем, для других определений. Оно исконно этимологически, оно исконно по своей сути, оно просто более старое, оно более распространенное и так далее, так далее, так далее. А европейская цивилизация, как мне кажется, в целом запуталась в определениях из-за того, что я сейчас описал. Мы по какой-то причине делаем вид, что крайне разные смыслы, приписываемые одному слову, являются конкурирующими с доктринами и теоретически решающими тот или иной вопрос. Но это буквально не так. Мы просто запутаемся в словах и смыслах, утяжеляя интеллектуальную коммуникацию. Где истина? Это не истина. Атом не атом. Скептицизм, не скептицизм, а законы природы просто корреляции. Далее Вайтхот уделяет большое внимание Платону. Как всегда, он очень любит Платона. Он просто обожает Платона. Он любит Платона всем своим сердцем. Платон для него это божество, чтобы вы понимали. А далее Демокриту. И мы начинаем обсуждать атомы. Проблема заключается в том, что мы уже разобрали выше. Опять в путанице определений. Для Демокрита, Эпикура и Лукреция, Кара, Тит Лукреция, Кара, его поэма о природе известная. Это конкретные объекты с конкретными свойствами. Но Вайтхот пытается нам показать, что возможно и другая концепция атомов, что явно выбивает нас из классического античного словаря. Мне кажется, что Вайтхот напрасно пытается сопоставить научность и позитивизм. Потому что позитивистическая установка сама по себе, как мне видится, антинаучна в своем стремлении к позитивному знанию, к описанию этих позитивных фактов. Оно противоречит настроению науки. Оно противоречит предсказательной силе науки. Оно противоречит созданию теорий внутри науки. То есть тому, что в науке является фундаментально важным. И по сути, как мне видится, опять же, если это ее не определяет, то ее не определяет ничто вообще. Вот. Мне кажется, как и парадоксальным, что Вайтхот не отрицает научности позитивизма и сразу признает научность довольно большого количества подходов. Вот. И вот дальше Вайтхот рассматривает историю понятия закона природы, в кавычках закона природы здесь следует написать, от Платона и дальше. Но, как мне кажется, само зарождение совосочетания закон природы происходит именно в 17 веке. Вайтхот пишет, что конец 17 века несет на себе знак новой стабилизации космологической доктрины, стабилизации, длившейся последующие два столетия, поскольку крайности позитивистского учения были в этом времени элиминированы. Но весьма любопытно, что три великих фигуры, которые в это время господствовали в сфере мышления, Ньютон, Лебнис и Лок, давали три различных интерпретации проблемам Платона и Лукреции. И пишено это так, как будто бы долгое время велась дискуссия о том, что такое законы природы. А ее не велось особо. Ну, как бы... Не было такого, да? Проблема заключается в том, что именно в 17 веке и начали использовать понятие закон природы в принятом нами смысле. Если копать в историю философию, то ни у Платона, ни у Аристотеля мы не обнаружим конкретно этого термина. Аристотель, например, рассуждает о природных принципах, о природных принципах, не законах природы, а природных принципах и внутренних целях, интелехиях. То есть, да, понимаете, это другое, это не законы природы. То есть мы можем сказать, что понятие закона природы сформировалось из понятия законов, принципов природных Аристотеля. И что из внутренних интелехий тоже было взаимодействие, генеалогия, идеи. Но это разные идеи. Да, в одной и той же генеалогии могут быть разные идеи. Это важно, как мне кажется, чтобы их не перепутать. То есть показывая генеалогию идей, не обязательно более поздние идеи, как бы, проецировать на более старые и говорить, что вот, Аристотель и Платон тоже говорили про законы природы, только они не были законами природы. Там, да, вы понимаете, ну странно. Наука и философия. Следующая глава. В некотором смысле, пишет Вайтхедд, наука и философия являются только различными аспектами той великой деятельности, которую совершает человеческий разум. Ну, я бы сказал, что мне не нравится разделение науки и философии на две, как бы, абсолютно не связанные, как будто бы вещи, у которых есть, допустим, какая-то одна цель, какой-то один аспект. Наука, как мне кажется, это аспект философии. Что, впрочем, и видно по описаниям Вайтхедда и по той преемственности идей, которую он вырисовывает в своей книжке «Приключения идей», если что. В качестве примера противоположной позиции, явно безумной, можно привести позицию убермаргинала, да, упомянем его все-таки здесь, согласно которой философия ни на что не влияла, а философия – это просто гуманитарная дисциплина, которая сама по себе ничего не значит, нигде ни на кого не повлияла, ничего не делала. Сидят себе там какие-то дурачки, логикой забавляются и ничего в мире не меняют. Вот, да, позиция маргинала буквально, буквально такая, это даже не пугал в данном случае. Все же Вайтхедд видит четкое влияние идей философии на науку, но из этого непонятно, почему он описывает науку и философию как разные и, кажется, по тексту равные аспекты, ведь первенство философии здесь, если брать за критерий влияние идей и сам текст, собственно, Вайтхедда, очевидно. Он дальше пишет «И наука и философия имеют дело с пониманием единичных фактов, как иллюстрации общих принципов. Принципы понимаются абстрактно, а факты как воплощение принципов. Не всякая философия работает таким образом. Например, тот же описанный Вайтхеддом позитивизм сосредотачивается на изучении самих фактов и их корреляции». Это тоже важно, да? Вайтхедд даже, нет, я пишу. «Впрочем, важно понимать, что Вайтхедд понимает науку по-своему и должен заметить, что это понимание абстрактно и неточно, но оно все равно хорошо, пусть пойдет. Как я понимаю, он не придерживается какой-то конкретной позиции по вопросу науки, или как минимум в данном тексте этому уделено недостаточное внимание, соответственно. Но все равно, Вайтхедд молодец, Вайтхедд хорошо разбирает науку относительно, да, то есть он, может быть, не доводит это определение до какого-то хорошего четкого предела, чтобы понять, вот наука это вот это, вот наука это вот это вот и так далее, так далее, так далее. К сожалению, нет. Но, но, но при этом он как бы, что делает? При этом он хороший разбор местами производит, это нормально, то есть есть разборы намного хуже. Далее Вайтхедд снова возвращается к Платону Аристотелю, рассказывая об их невероятных достижениях. Мне кажется, что Вайтхедд очень много внимания уделяет этим мыслителям, которые для него являются буквально кумирами, зачавшими философию, науку и культуру. Вайтхедд пишет, фактически, главной темой этой главы является переход от философских интуиций к научным методам. Философская система, рассмотренная как попытка координации всех подобных интуиций, редко оказывается непосредственное влияние на частные науки. Ну, я не знаю, честно говоря, я вот здесь не уверен. Каждая такая наука, прослеживая развитие своих идей от основных понятий, останавливается на полпути. Остается место для тех понятий, которые не нуждаются для своих непосредственных целей и методов, ни в каком дальнейшем анализе. Эти базовые понятия есть в суждении философских интуиций, которые формулируют основу цивилизационной мысли той эпохи, о которой идет речь. Они и есть интуиции, которые, если отвлечься от их использования в науке обыденном языке, редко выражают с какой-нибудь определенной точностью, но привычно включают в поток своих слов и выражений. Мне импонирует в данном ситуации, вот мне лично, понятие философской интуиции. Так как философия, по сути, это набор интуиций, причем возникающих интуиций, это возникновение этих самых интуиций. Только я бы не сильно прославлял научные методы на фоне этих самых интуиций, потому что научные методы это просто следствие этих интуиций, не более того. Вайтфит продолжает. Но даже с точки зрения специальных наук философские системы с их амбициозными стремлениями к полному всестороннему пониманию не бесполезны. Да, и с этим я тоже согласен. Вайтфит пишет дальше. Они представляют путь, на котором человеческий дух культивирует свои глубины интуиции. Такие системы дают жизнь и ход отдельным мыслям. Если бы не было этих усилий по координации, то отдельные мысли, сверкнув в какие-то праздные мгновения, освещали бы приходящие рефлексии, а затем погибали бы и забывались. В целом так оно и есть. А потом и философия должна быть плюралистичной, как мне вот уже кажется. А также не должна отрицать систематическую философию. Большие системы позволяют формулировать и упаковывать в том числе небольшие идеи, из которых как раз потом появляются какие-нибудь академические дисциплины. Искусство и культура, соответственно. То есть, одна большая мощная идея, она же включает в себя в том числе много маленьких идей, ряд из которых уникальны. Ну, потому что сложно создать большую систему, не создав никакой уникальной вещи внутри, чтобы скрепить хотя бы уже имеющиеся эклектичные элементы. Все равно придется что-то выдумывать. Эти выдумки крайне продуктивны. И они не бесполезны. И вот дальше пишет Whitehead. Даже спор конкурирующих философских систем является существенным фактором прогресса. И с этим я тоже не могу не согласиться. Whitehead здесь хорош. И дальше он пишет. Конечно, такими действиями и реакциями, происходящими между наукой и философией, обе они помогают друг другу. Согласен. Ну, как согласен. Наука часть философии, но и взаимодействие друг другу помогает. Как и взаимодействие любой философской школы с любой другой философской школой. Ну да ладно. Задача философии способствует согласованию идей, задуманных как иллюстрация конкретных фактов реального мира. Она отыскивает такие общности, которые сполна характеризуют реальность факта. И в некоторых любой факт может стать абстракцией. Наука же создает абстракции и удовлетворяется признанием в качестве полного факта понимания лишь одним из его существенных аспектов. Наука и философия взаимно критикуют друг друга и предоставляют друг другу иммагинативный материал. Философская система должна представить разъяснение конкретного факта, от которого абстрагируются науки. История мысли это рассказ о мере ошибок и успехов в этом совместном предприятии. Я все же еще раз подчеркну, что мне видится, что наука это все же разновидность философии. И то, что описывал Вайтхед, легко вписывается в эти представления. Да, Вайтхед, когда разбирает философию, чуть ли не видит в ней традицию, восходящую к Платону и Аристотелю. А я вижу философию во много раз больше, шире, во много раз основательнее. А Вайтхед видит в ней Платона в основном. Это Платон и его интерпретации для Вайтхеда, что мне уже кажется крайне ограниченным. Пайтхед пишет, твердая уверенность в том, что знание математических соотношений даст ключ к открытию загадочных связей природы всегда была тайной причиной космологической спекуляции Платона. Согласен. Дальше он пишет, таким образом, несомненность науки это иллюзия. Согласен. Она зажата в тиски неисследованных границ. Согласен. Наше обращение с научными доктринами контролируется диффузными метафизическими понятиями нашей эпохи. И даже в этом случае мы постоянно впадаем в ошибки, связанные с неоправданными ожиданиями. Всякий раз, как возникает новый способ наблюдения и проведения опытов, слава старых учений меркнет, и они воспринимаются как неточные. Здесь тоже поддерживаю здравое высказывание, вполне себе подходящее. Продолжаем. Наше координированные знания, которые в общем смысле этого слова и есть не что иное, как наука, смело, крайне сомнительно и очень смело, образуются благодаря встрече двух типов опыта. Первый создается благодаря непосредственному развлечению отдельных наблюдений, другой благодаря нашему обобщенному способу осознания универсума. Эти типы опыта могут быть названы порядок наблюдения и концептуальный порядок. Ну, это пойдет как одно из возможных описаний науки. То есть я, Вайтхуду, здесь в принципе могу сказать, что как бы пусть будет. Возможно. 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 Вот. Возможно, короче. Пусть будет так. Продолжаем. Услуги. Читать. Продолжаем читать. Услуги, оказанные человечеству ньютоновской системой природы, неисчислимы. Она объединила идеи, идущие от Платона, Аристотеля и Эпикура, в последовательную систему мышления, которая осветила неправдоподобно громадное количество наблюдаемых фактов. Поэтому она помогла людям получить новую форму власти над природой. Там, где мы прежде подчинялись, мы теперь управляем. Но в конце концов и ньютоновская космология была разрушена. История этого разрушения длилась более чем столетия. На протяжении дальнейшей части этого периода ученые совершенно не сознавали, что идеи, которые они вводили, в действие шаг за шагом образовывали систему мышления, несовместимую с идеями ньютона, которыми она вначале руководствовалась и которые определяли способ выражения их мыслей. Вообще, относительно данного абзаца я могу сказать только одно. Все же мое представление о соотношении теории и практики отличается от представлений Уайтхеда. Для меня принципиально важно, что практика, ну как принципиально, мне видится скорее, да, у меня интуиция, ощущение, что практика, она идет перед всеми теориями и представлениями. Перед всеми вот этими законами. То есть сначала возникает какая-то практика, с помощью которой можно хоть что-то где-то и когда-то фальсифицировать, обсудить, проверить условно и так далее, так далее, так далее. В то время как, пока этой самой практики не существует, ничего этого проверить нельзя. То есть если мы берем, спорим о яйце и курице, то яйцо практики первее куриц теории. Хотя многие сайентисты и ученые считают наоборот. Вот. Ну и теории сами по себе уже включают ряд индуктивного опыта и ряд практик. Если бы этих теорий не было, все равно был бы этот индуктивный опыт и практик, который все равно бы привели к открытию тех или иных практических достижений, как мне видится. То есть служба ньютоновской физики заключается в основном только лишь в том, что, ну вот именно ее теоретический аспект, мне кажется, не повлиял особо никак на развитие практики. А повлиял систематический сбор информации, создание формул, безусловно, и моделей, которые позволили практике развиваться дальше. Вот это помогло. Не сама теория и не сама условно наука, не само представление Ньютона о мире помогло, да? А помогла именно практика, индуктивный опыт и, соответственно, вот моделирование, которое тоже, опять же, включает в себя всю эту практику и индуктивный опыт. Продолжаем. Такое представление было связано с представлением об универсуме, занимающем единообразное пространство. Это обстоятельство относится также и к камню. Считалось, что камень может быть адекватно описан без отсылки к прошлому и будущему. Его природа могла быть понята полностью адекватно, как некоторое целое образование. Настоящим моментом концепция Ньютона представляет собой бескомпромиссное учение о простом местоположении и внешних отношениях. Ну, с этим можно согласиться, мне кажется. Продолжаем читать. Ну, и далее начинается самое интересное. Уайтхед в разделе про физику внезапно меняет направленность и начинает рассуждать про новую реформацию. Причем не в науке, а в религии. Он начинает рассуждать об Евангелии неожиданно, и о всяких таких религиозных вещах, которые я здесь анализировать не намерен. Понятное дело, по каким причинам. Цитата. Да, то есть теперь важная цитата. Это все еще физическая глава про физику. Все еще глава про физику, друзья. Это все еще физика. Но! Цивилизация образуется из четырех элементов. Уже вернулись к цивилизациям. База? База, конечно, база. А как иначе-то? А как иначе-то? Боже мой, Уайтхед. Уайтхед, блин. А как же он хитер-то? Цивилизация образуется из четырех элементов. Образцы паттерны поведения, образцы эмоций, образцы верований, технологии. Пишем. Пишем. Записываем, друзья. Записываем. Записываем. Из чего образуется цивилизация, друзья. Сейчас. Из чего образует цивилизация? Давайте. Один, два, три, четыре. Образцы поведения. Образцы поведения. Второй пункт. Образцы эмоций. Третий. Образцы верований. Образцы верований. И четыре технологии. Вот. Вот вам. Вот вам из чего, собственно, образуется, из каких элементов образуется цивилизация. По Уайтхеду. Вот. Записали? Молодцы, соответственно. Мы сразу можем снять, пишет Уайтхед, вопрос о технологии, как не относящийся к нашему предмету исследования. Хотя все четыре элемента воздействуют друг на друга. Паттерны поведения в конце концов сохраняются или модифицируются благодаря паттернам эмоций или верований. Поэтому первая задача религии – это концентрация внимания на эмоциях и верованиях. И опять Уайтхед возвращается в культурологию, что он увидится как бы внезапно, неуместно. Но да ладно. Должно ли слово «религия» всегда оставаться синонимом слова «вражда» и «ненависть», пишет Уайтхед. Великий общественный идеал относительно религий состоит в том, что она должна быть общим основанием для единства цивилизации. Только таким путем религия может обосновать свои прозрения, не прибегая к применению грубой силы. Ну, мне кажется, что любая большая общность будет заведомо предрасположена к проявлению насилия, если уж не физического, то психологического и социального, через выдавливание нежелательных элементов из общества. И современная наука, она тому пример. Да, физического насилия в науке, собственно, нет. Но есть психологическое насилие. То есть ученые, сайентисты могут выгонять несайентистов, психологически нифигово воздействие, социальное. Опять же, выгонять этих самых несайентистов из университетов они могут. То есть, как будто бы любое сообщество, оно предрасположено к формам ненависти, негатива, грубой силы, формальной силы. Что-нибудь вот такого. В большой системе всегда отыщутся злые инициативные люди, остановить которых может только закон. Если уж по закону убивать нельзя, да, запрещена физическая расправа, то психологически они будут травить человека, и это не запретишь. Ну, можно попробовать запретить какую-нибудь жесткую травлю. Вообще жесткую травлю запретить можно. Типа, ну вот, не знаю, плевать человеку в лицо. Это можно запретить. Можно запретить человеку, там, ему вот, не знаю, очень жестко его оскорблять. Но ведь можно проявлять негатив намного мягче. Можно увольнять людей, которые тебе не нравятся. Отменять их можно, и много чего еще с ними можно делать. Продолжаем. Пайтхит пишет. Он всегда налицо. Задача теологии состоит в том, чтобы показать, каким образом мир основан на том, что лежит по ту сторону приходящих фактов. И как в результате этого получается нечто, находящееся вне тленных случайностей. Временный мир – это всегда сцена для конечных ситуаций. Мы просим теологию выразить тот элемент бренного существования, который не умирает благодаря тому, что в нем содержится то, что совершенно, содержится то высшее совершенство, которое принадлежит нашей конечной природе. Только так мы сможем понять, каким образом жизнь включает в себя способ удовлетворения более глубоких, чем радость или печаль. Вот такой вот скачок Вайтхед совершает в одной и той же главе. Это довольно примечательно и интересно. И мы закончили с этой главой. Голова, на мой взгляд, предельно интересная. Она хорошая. То есть, если бы вся книжка была выполнена в таком ключе, было бы куда интереснее, на мой взгляд. Да, написано, если бы Вайтхед во всем разбирался так хорошо, как он разбирается в науке, было бы, по-моему, прекрасно. Но, к сожалению, Вайтхед показал в первом разделе, в первой главе, очень низкий уровень владения информацией и очень спонтанные какие-то странные примеры приводил. Когда речь касается философии и науки, Вайтхед хорош. И эта глава хорошая. Она хорошая. Там свои идеи, свои мысли, смыслы. Они донесены довольно понятны и хорошо. То есть, здесь претензий к Вайтхеду практически нет. Что еще можно сказать? Что еще можно сказать? Ну, в общем, вот с этой главы, со второй части, с космической, космологической точнее, все как бы поправляется более-менее. Следующая часть философская. Она более, как бы это выразиться помягче, унылая. Она более унылая в этом плане. То есть, там тоже базировано. Там тоже все базировано и хорошо, и понятно, и классно, и профессионально, если что. Но поспорить мне там особо не с чем было. Но мы разберем эту главу тоже отдельно. Друзья, спасибо за то, что меня смотрели. Я вас люблю. Я вас обнимаю. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео. Виталию Скорику большое спасибо за заказ. Соответственно, на аукционе вот таких вот вещей. Не забывайте заказывать мне что-то подобное на аукционах. И можно просто заказывать что-то подобное в принципе. Большое спасибо вам, друзья, за то, что вы меня смотрели. Давайте я вас, Александр Шадов, вас обниму. Мы уходим. Мы уходим отдыхать, соответственно. Все. Пока-пока. 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 Пока-пока.